Ещё американцы спасали этнических русских от голодов по Волжье. Не только американцы, кстати. Но потом эти хуесосы, конечно, насрали просто какие-то дикие квадратные тонны контента на тему того, как Америка спит и видит, как они развалятся. Мы просто вот сидим кушать не можем. Сначала индустриализацию этим мудакам провели, от голода спасали, от нацистов спасали, и от сопутствующего войне голода тоже. Всё, ленд-лиз. Всё, хуйня. На самом деле мы их убить всех пытались. Мы, между прочим, им, блядь, и во время гражданской войны оружие продавали тоже. Правда, там мы напополам и белым, и красным продавали. Ну, типа, какая разница. Чмок, один доллар. Маркенал, ты охуел, что ли? Какие мы? Кому им продавали? Твои предки в то время точно так же в скотуублюде и жили. И, может, даже эту самую помощь от союзников в Слэш-ООН получали. Я, конечно, понимаю, что ты максимально пытаешься забыть про то, что в США у тебя нет корней. Но откровенный бред-то нести не надо. Это, строго говоря, здесь ни у кого нет корней. Чел, ты в курсе, что это за страна? Как она устроена? В чём её основная фишка? Я американец. Это моя единственная национальная идентичность, какая у меня есть. Другой у меня нет. То есть ты можешь сколько угодно пытаться вписать меня в ваш петушиный клуб говноедов и хуесосов, но не получится этого сделать. У меня американское гражданство. Я свободно говорю на английском языке. Здесь, кстати, полно граждан, которые в гораздо меньшей степени американцы, чем я. Люди, которые живут в своих этнических анклавах и даже языка толком не знают. Их дохуя. И это даже не только какие-то урусы с Брайтон Вич. Полно всяких чайна-таунов в стране, где никто по-английски не говорит. Потому что нет. Я-то как раз образцовый американец. Но ты можешь сколько угодно свою ресентиментарную хуйню писать по этому поводу. Я понимаю, тебе не фартануло. Тебя не вывезли в своё время из вот той жопы, в которой ты сейчас находишься. Ну, блядь, кто ж тебе доктор? Ну, блядь, такова Саляви. Чмок. Один доллар. Я о том, что в то время, как эту самую помощь поставляли Совку, ни ты, ни твои предки не платили налоги, за счёт которых эта помощь и поставлялась. Так что ты не имеешь права говорить, что это вы поставляли помощь им. И мне тоже повезло, тоже родители в 90-х сбежали, но почему-то я так не думаю. Я не знаю, я идентифицирую себя со страной, к которой я отношусь. Гражданином, который я являюсь, частью которой я являюсь, в которой плачу налоги. Было бы странно, если бы я про Соединённые Штаты Америки говорил «ОНИ». Нет, разве? Не очень понимаю. Ты, россиянина, пытаешься объяснить на понятиях, я плачу налоги или тварь дорожащая, кому ты бисер метаешь. Не, я понимаю просто, что звучит кринжово, да, когда я себя приписываю к каким-то историческим событиям, которых никто из моих предков замешан, даже отдалённо не был. Я понимаю, что это звучит кринжово, но просто с моей точки зрения, если я буду, значит, называть страну, которая моя страна, по любому критерию моя, буду называть её не «мы», а «ОНИ», это ещё более кринжово. Нет, разве? Схуя ли «ОНИ», когда это «мы»? Не знаю, я так вижу, по крайней мере. Пока. Продолжение следует.